всем привет с вами оригинал джак и сегодня мы с вами будем смотреть фильм называется всему свое время фильм этот сняли в городе братске как я как мне кажется да просто я наткнулся на него в интернете и посмотрел коротенький отрывок и можно сказать я начал очень сильно рофлить и поэтому решил записать вот такое вот видео то есть если у вас есть свободный час давайте посмотрим этот фильм вместе я буду его комментировать вы будете получать надеюсь от этого удовольствия я буду смотреть в наушниках сейчас вы конечно же будете все слышать в общем поехали всему свое время начнем тревожная музыка батя с сыном наверное думаю наверное это девяностые старый автомобиль mercedes звучишь кое-что фильм виталия беляна или беляна куда-то мужик привез своего сына куда-то в поле номера нету номер кстати новый точнее рамочка для номера и побежали типа это он привез его играть какое-то поле футбол что ты делаешь со мной зачем ты закрываешь твою мать дети не делайте так всему свое время заставочка прикольно красиво сделано о тоже актер этот с решала озеров кажется мне не изменяет память давай зажжем это лето давай зажжем это лето устроим жаруем ведь мы это любим каприолеты красивые люди красиво тусуют и до рассвета до первых лучей планета танцует и ты танцуешь вместе с ней и ты не будешь каким дедом ты будешь старым и ворчливым ну и все равно буду тебя любить гуляем до утра брутых что же произойдет интересно видимо произошла какая-то трагедия и он сейчас в подавленном состоянии пришел еще один человек и улегся на диван и вся чтобы это значил пока непонятно иркутск иркутск ну братск иркутск там же ну хотя братск он северный город он на баме стоит я там был проезжал по-братски там норман все было здесь девушка зашла в институт здание института к сожалению нету подложки звука как она поднимается идет они вот слышно по лестнице пошла пошел звук чик-чик-чик-чик молодцы тут нормально все я просто делал озвучку для дети 90-х я знаю что это такое правда не получил за это ни копейки зая нужно обсудить вчерашнее ответь что-то произошло вчера здравствуйте по поводу документов ах да доброе утро проходите присаживайтесь лысый мужичок ректор все документы которые вы просили о о о рамс сейчас будет раз ты давай езжай отсюда чё встал то давай давай езжай чё жить надоел бессмертным нифига сразу так жестко чё жить надоел но они же на бэхе да не поделили парковку хотя можно было вдвоем там встать наверное ну ладно ну что ж очень жаль когда хорошие студенты уходят из нашего университета особенно когда до окончания осталось совсем немного времени может передумаете нет я уже все решила но если вы думаете восстанавливаться приходите милости просим спасибо девушка уходит из института ей стало плохо вот еще одна девчуля ты почему так себя ведешь ты даже не знаешь человека я не буду этого делать мне не нравится вся эта затея пока ты имеешь отношение к моим деньгам я буду решать чем тебе заниматься я ненавижу тебя о ну тут вот ты куда пошла проглядывается актерская игра твое поведение никак не должно повлиять на эту сделку ты же понимаешь пожалуйста сделай так чтоб Виктор Васильевич был всем доволен хорошо я поняла тебя все так серьезно но девчуля не дает о тип на меня похож у него тоже ухо торчит вот так же смотрите вот видите ухо торчит у него тоже торчит ухо так же братишка опять нету подложки просто играет какая-то музыка а ло алло 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 ладон маркович терпила прибыл по расписанию терпила во первое жаргонное слово понял для у меня нравится разговаривать буду я пойдем еще играет крутой пиджак у него заплатками ну здравствуй чем обязан сам знаешь отошел отдел прошел слушок что ты взял то что тебе не принадлежит но ты только сейчас об этом узнал да твою женушку имели все кто хотел так что не вымещай на меня зло за всех ребят гера мы оба знаем кто настоящая крыса так что хватает его клоуна и проваливайте нахрен отсюда не нечем с вами разговаривать зря ой да брось ты мне угрожаешь да я слишком хорошо тебя знаю ствол лежит в тачке в бардачке она возле входа сюда ты приехал просто пообщаться но мне не о чем с вами разговаривать я повторяю еще раз выметаетесь зря ты его клоуна назвал ооо нифига все все нормально все 5000 рублей молчание а че за что бьют ты его я не понимаю за что его бьют лопила корабли лопила воля с грузом но не мимо нас мы заряжали хлопок аликов водила жал нога спускай строю дыма своя открытое окно вместе не победимый клан как там старом кино пусть все ну поняли вот если поняли объясните я не понял огни новичок на фокусе не переживай у нас все перейдем понял хорошо ты как договаривался вообще с ним брат жизненной ситуации не переживай все будет нормально серьезные фразы такие при совсем непонятной ситуации здрасте игорь никого ключик от 308 как обычно вот этот актер то играет нормально же отчего девчуле то случилось инсульт дюсша ева спасибо я дальше сама лёша она отказалась ехать в больницу может ты вразумишь ее какая больница что происходит я уже все сказала нам не стоит больше видеться его почему ты отталкиваешь милый лёша мнение операбельный порог сердца я не знаю сердце может любой момент остановиться бывает я не оставлю тебе не озеров играет нормально все остальные ним вопросы я не хочу что-то видел меня умирающий не хочу портить и без жизни мы обязательно что-нибудь придумаем и не оставлю тебя мужской поступок ну что закончил конечно закончил давай скорее скорее как он проснется если представление проспишь пьешь ему по лицу он уже на манеже посыпать проснулся Гримм сделали нормальный. Ты думаешь, нам нечем с тобой разговаривать? Но я не буду с тобой спорить. Я думаю, с этим молодым человеком вы найдете общую тему для разговора. С братишкой. Вы гребаные шаталы! Дико сожалею, но мне пора удалиться от вас. Дела. Эй, Гера, ты че, это уже не смешно? Я понятия не имею, о чем вы говорите, Гера. Мне нравится, как он... Гер, Гер! Во, скипел чаек. Тебе уже не смешно? Ты что ли не любишь клоуна? Он зря его клоуном назвал. Мой брат велел узнать, где тебе деньги? Где резко захотел жрать. Которого ты взял у босса? Да я тебе клянусь, не в курсе этих дел. Сейчас я буду пытать его пюрешкой. Зачем меня перебиваешь? Я ем, не перебивай меня. Где тебе деньги? Которого ты взял у босса? Да я тебе клянусь, не знаю ничего. Ты мне не поможешь? Я тебе сказал, ужас. Ну все, короче, сейчас братишка будет бить тебя. Ну, пюр. Краска стенам, все серым окраинам. Процесс настроенный по старой семье. А у Сен-4 подобно сортовому растению. А он псих. Ева, какие ты еще необдуманные поступки успела сделать, кроме как уйти из универа? Это обдуманный поступок. Я не вижу смысла тратить остаток жизни на учебу. Послушай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну? Не надо ничего придумывать, Леша. Я уже договорилась с соседкой в портплатье. Завтра утром я уеду к маме. Так будет лучше для нас обоих. Ева, стой! Ну нельзя так просто сдаваться, слышишь? Леша, мы с тобой обычные люди. Не миллионеры, не суперзвезды. Нам не по силам обмануть судьбу. Всему свое время, Леша. Мое время, видимо, пришло. Прощай. Вот и первое упоминание слова «всему свое время» в этом фильме. Всему свое время. Окей. Бабки, бабки, сука, бабки! Не, Озеров молодец. Мне нравится. Ты еще здесь. Здорово, Лех. Здорово. Это брат его, наверное. Что, трудный день был? Слушай, ты знаешь что-нибудь про неоперабельный порог сердца? У тебя неоперабельный порог сердца? Я что, из-за себя бы так убивался, братан? Это та, из-за которой ты так вчера набухался, что ли? Вчера, когда меня бросили, это был как удар под дых. Так, а сегодня, братан, а сегодня я в нокауте. Лех, ты че? Лех, ты че? Ты не расслабился-то? Давай соберись. Давай соберись, братан, че с тобой? Ладно, в общем. Я буду завтра. Так ты че не узнал, че у него? Давай. Почему он тебя спрашивал про операбельный порог сердца? Ты почему? Ну, ты соберись, братан, ладно, я пошел. Яндекс, давай, Яндекс, найди, пожалуйста. Ну так, нашли че-нибудь, нет? Короче, Яндекс не помог, судя по эмоциям. Входи. Вхожу. Входи, вхожу. За тебе. Спасибо. Спасибо. Я поставлю их куда-нибудь, можно? На кухню. Мне еще минут 10 нужно, чтобы собраться. Ты проходи, подожди меня, и мы пойдем в кино. Это она говорила сейчас в этот момент, пока... Ну, понятно. Мало воды налила, побольше налила. Че-то она сказала и не озвучили. Ты правда хочешь поставить их в воду? Как надоели эти все дорогущие букеты? Букеты? Броско и шикарно, не всегда значит лучше. Самое главное, сколько уделяют внимания? Я, честно говоря, впервые с девушкой на свидании, которую зажигал в клубе. Ты не думай, что я зажигаю со всеми подряд. Просто сейчас сложный период в моей жизни. А тут такой мальчик подвернулся. Да еще этот алкоголь. Да, о себе знать. Ну, она как... Она не играет, она как будто такая... По паудеуму такая ходит. Ты делала и что хотела. У каждого есть право на отдых. Да я сразу медил тебя в толпе. Не смог оторвать тебе глаз. Я просто не могу вообще смотреть, как они общаются. Вообще. Сейчас покажут, наверное, как они познакомились тебя. Или нет? А, нет, они познакомились в клубе. Сейчас. А, вот сейчас реклама магазина КОС. Рекламка. Продукт Плэйсмент. Как говорится. Показывают какое-то мероприятие, да? Для чего его показали? Ну, братишка же вроде как начал страдать по поводу болезни своей девушки. А тут они развлекаются. Показывают еще одну развлекалку. Друзья, посмотрите. Так, посидел. Там пять минут. Тут пять минут посидел. Тут вот. Тут бакальчик. А, вот они как познакомились, да? Базар они. Вот он к ней подкатывает, короче. И все. Она сразу с ним поехала. Алкоголь, короче, да? Пляски. Садись в машину. Ну, да, у меня есть делик. Ой, как это печально. Я надеюсь, люди так не знакомятся вообще. Короче, тут показали прошлое про это. Ну, как бы все понятно. Беру все свои слова, про. По части этого озерва. Они целуются, интересно? Нет, они не целуются. Стой, а как же кино? Как же кино? Как же кино? Искра безумия. Страсть. Он жив? Слушай. О, братишка. Он до последнего не говорил, где бабки. В смысле он не говорил, где бабки? Ты узнал, куда он делает? Я же тебе говорю. Он до последнего не говорил, где бабки. Ты знаешь, я ему даже поверил. Ты бестолочь. Я тебе столько раз говорил. Короче, братишка играет тут такого... Звони новичку и решай вопрос сам. ...тупого костолома, короче. И он грохнул, типа. Решу. Что вы бьете уже, труп уже? Новичок, подъезжай на гараж. Не выясняй. Давай не по телефону. Знаешь, это чудо. Я знаю. Знаешь, это чудо. У меня такое странное чувство. Я знаю. У меня никогда раньше такого не было. У меня никогда такого не было. Говорят каждому в нашей жизни. Для нам найти вторую половинку. Короче, все вот так вот после секса разговаривают. Все абсолютно. Очень жаль, что мне нужно будет уехать из города. О, уже ей надо уезжать куда-то. Да не важно. Обстоятельства так складываются. У тебя какие-то проблемы? Я бы не назвала это проблемой. Поэтому не парься. Слушай, мне не нравится эта тайна. Давай в подробность. Дело в том, что мой очень проворачивает крупную сделку. И я не хочу присутствовать в городе при этой ситуации. Тогда я пойду с тобой. Да? Он докажет, что мне стоит тебя брать. Сейчас докажет он тебе. Ой, господи, боже мой. Ладно. Ты просто что, да? Баратлан багажника тронет. Не, в 2018-м снимать фильм без подложного звука, это, конечно, вообще не дело. Полностью в мешок его нельзя было положить. Блядь, опять пацанам повезли. Да, Герман позвонил, все, сказал. Ну, ладно. Пусть система сгоряет платы. Здесь пощады нет врагам. И последнее для брата. В белой рубашке ночью. Беспалево. Порешали пацана. За что, непонятно. Какие-то бабки там он у кого-то украл. Озеров полетел куда-то. А она уезжает, блин. Как она могла. Ну, хочет человек убежать. Ну, зачем за ним гнаться? Я теперь понял. Настигли меня феромоны души. Я нашел ту, которую я заставила жить. Прости, за минуты не с тобой. Да-да, я тот еще паря чудной. Моя тяга бит... Ева! Ева, Зая, я все изучил. Я изучил все материалы, тебе нужны деньги. Я найду деньги. Смирись, живи дальше. Уже объявили мой поезд. Я сейчас сяду и уеду. Смирись. Смирись. Эй! Эй! Я всю жизнь мирился со всем. Делал. А сейчас пора действовать. Ева, понимаешь? Мы еще будем с самой счастливой парой. Наплевать, каким я буду дедом, Ева. Главное, ты будешь рядом, ведь ты же красивая, Ева. Мы будем бороться за нашу счастье. Ладно, тут нормально все. Вот мне вот эти вот пацанчики нравятся, как они сейчас будут отыгрывать. Братишка, красавчик вообще. Жаский такой. О, ребята. Приветствую. Приветствую, присаживайся. Говори. Ну что, Платон Маркович, вчера ситуация вышла из-под контроля. Ну мы и уладили. В принципе, сейчас все нормально. Мы все разрулили. Гера, вчерашняя ситуация меня мало волнует. Чутье мне подсказывает, что кто-то из моих людей щиплет с моей доли помаленькую. Мне это не нравится. Вчера Сава приложил максимум усилий, поверьте. Но мы так и не узнали, куда исчезают ваши деньги. Вы двое свободны, а ты останься. Свободны. Братишка. Дверь закрой. Ты вообще в курсе про Васильевича? Да, в курсе. И вообще эта ситуация меня отвлекает от важных дел. Если в ближайшее время мы не выясним, кто это, я начну сомневаться в каждом из вас. Я обещаю, разберусь. В данной ситуации. Васильич приезжает послезавтра, поедешь со мной его встречать. Да, хорошо. Я буду сомневаться у вас всех. Где мои деньги, куда они утекают? Окей. Тут, короче, две вот этих линии идут. Озеров со своей тёлкой. И вот эти пацанчики. И всё это должно как-то переплинить. Комодан можешь не разбирать. Он скоро пригодится. В остальном ты всё поняла? Да, я отправлю тебе все документы по электронке, но я до сих пор не понимаю, откуда у тебя такие деньги. Меня это пугает. Слушай, тебе в твоём положении нельзя нервничать. Всё будет хорошо. Кажется, я стал догадываться, о чём будет речь. Подъезды чисто колорит наш. Здорово, братан. Здорово. Ты что такой красный? Да, на пляже сегодня был. Загорел. Чай будешь? Не, мне сейчас ни до чая, ни до пляжа. Мне сейчас до кальяна. Я тут подумал. За те прошлые неприятности, которые выпали на меня. Ты мне должен. Мне не мало. Ничего себе предъявлю, Лёв. Может умереть в любой момент. Так ты же не рассказывал ему об этом. Единственное, кто ей может помочь, это Марина и Платон с его толстым кошельком. Лёв. Я не думал, что у нас... Прикольно, когда один человек играет, а второй сидит вот ещё вот так вот. Я всё решу нормально. Не, 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 Тём, ты не понял. Платон очень серьёзный дядька. А ты интересный человек. Тебе нужны миллионы. Тебе кто даст их, Лёв? Мне не надо давать. Я их сам заберу. Сам возьму. Я угадал. Паттайя-сити. Действия резко переносятся у нас в Паттайю. Это Таиланд, кажется. Я просто там не был, не знаю. О, тоже актёр из Решалы. О, вот нормальных же могут актёров найти. Этот нормально отыгрывал, вообще, мне тоже нравится. Я слушаю. Каша его звали. Алё. Здорово. Нет, говори. Друзья, я... Я сейчас не в России, я с тайскими партнёрами договор подписываю. С тайскими партнёрами? Завтра в 7 вечера встречу в рапорту. А? Ага. Ну всё, давай. Ну чё, партнёр, перейдём к следующему пункту нашего договора, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова! Чё, распереживался по девизе, да? В общем, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, а вторая ещё лучше. С какой начинать? Короче, эти ребята согласились, всё подписались. Поэтому надо собираться... Всё подписались. Загружайте вагоны, и уже можно сегодня им отправлять. Прикинь? А где же благодарность, где же спасибо, Сашка? Какой же ты крутой, классный, а? Встречать меня завтра не надо, меня завтра встретят. А я тебе как освобожусь, тебя наберу. Встретимся, я тебе все детали накидаю. Так что радуйся, радуйся. Давай, братан. Жене привет. Кто это, и о чём он говорит вообще? Вот почему надо, чтобы... Зритель сам додумывал вообще о чём речь. Что это было, для чего, скажите. Пойдём, присядем, да, покорим. Просто показали человека, чем он занимается, да. Вот он приехал обратно. Сюда. Как будто у вазика дверь закрылась. Во, байкальская вода у нас продаётся. Чё он улыбается-то, 25 миллионов. Чё, блин? Убил кого-то? Тут Сань, дело в другом. Лёхина девушка надо помочь. Заболела, конкретно. Конкретно? Даже не знаю, чё именно. Требуется большая сумма. Даже не знаю, чё именно. Братан, ты же знаешь, сумма-то не маленькая. Ой, господи. Тут так быстро не сориентируешься, время надо. Я не знаю, чё именно, но нужно 25 миллионов. Срочно. Умирает девушка, конкретно заболела. По части второго вопроса. У нас будет очень серьёзная встреча. Где соберутся все влиятельные люди? Ну, ты сам знаешь. Тут у нас в городе много вопросов решаешь. Я хотел тебя позвать. Может, как-то повлияешь на встречу. Почему? Ты актёр же. Ты должен смотреть на собеседника. Почему прячешь взгляд-то вот так? Ну, я вот... Сам прекрасно знаю, что... Вот этот же смотрит на тебя. Смотрит, да. То есть идёт контакт. А ты сидишь и вот так вот глаза опускаешь. Извини, но... Сами решайте. Ну, об обоих денег я подумаю и... Вот этот типок, он режиссёр фильма же, да? Тебя куда? Домой. Режиссёр, может, ты хороший, но актёр... Извини, дружище. Без обид. Ничего личного. Но играешь ты хреново вообще. Какая-то тусня опять. Перебивочки вот эти на тусы на какие-то. Для чего это? Вот скажите, вот что это... А что это значило? И опять страдающий озёров. Прошло уже 35 минут фильма. Вообще непонятно, о чём речь идёт. Вообще. Осталось ещё столько же. Чё, фестивали что-то? Не устал бухой за рулем ездить. Смотрит на него. Этот не смотрит на него. И почти сяду в машину, просто её какие-то дела решать вообще. Вот здесь нормально стал играть. Слушай, да... Где он? Я готов довериться любому, кто скажет, что это поможет как-то. Кто скажет, что это поможет Еве, я... Лёх, нам нужен ствол. Нам нужен ствол. Вот те да, блядь. Деньги же нужны вроде. Ствол. Ствол. Ты уверен? В чём уверен? В чём он уверен? Ты же ему сказал, нам нужен ствол. Почему ты у него спрашиваешь, уверен он или нет? Я не понимаешь. Приехали куда-то навстречу. О, братишка. Братишка. Привет. Здарова. С кем по телефону разговаривал? Со мной. Моя близка, а что тебе нужно ствол? Вот машина. Вот ключи. Постой. А где Алексей? Я же с ним изначально договаривался. Красавчик. У него по обстоятельствам не получилось приехать. Я здесь. О, вот так вот можно купить ствол, короче. А где Алексей, я с ним разговаривал. А у него по обстоятельствам не получилось. А, ну ладно, на тебе ствол. Да? Пш, вот так вот просто стволы у нас передаются третьим лицам. Непонятно. Ну и всё, до свидания. А вдруг это мусор? Вдруг это... Сюжетная дырень вообще какая-то. Чего ствол? Ну, сейчас мы узнаем. Это же фильм. И почему мы не встретились раньше? Во, ну чё. Всему своё время. Всему своё время. Тогда, когда должно было произойти. Тогда, да. Тоже верно. Тоже верно. Может. А что по поводу прошлой нашей беседы? Ты всё обдумал, о чём я говорил? Сейчас будет жаришка. Я всё сделаю, и мы уедем с тобой. Вместе. О, нормально. Ну что, снова здравствуй. Пойдём, пройдёмся. О, чё она встречается с каким-то этим типом? Куда они идут? Каким-то развалином? В общем, всё просто. Завтра на коттедже будет свой человек. Это бармен. Свой человек. А кто он такой-то? Тебе не должно это волновать. Его задача сделать минимум трезвых людей. Я помогу ему в этом. Твоя задача, чтобы кейс оказался на коттедже. Чё с ней не так? Она не может на одном месте стоять? Я думаю, после заключения сделки они отправятся на коттедж. Вот ты и должен сделать так, чтобы они сразу же поехали на коттедж. Ну ты понимаешь, что я не могу влазить в дело босса? Девчонка... Занимаешься этим уже последние полгода, и босс открыт глаза. Ладно, ладно, не кипятись, разберёмся. Это весь твой план? Всё гениальное просто, босс доверяет тебе гораздо больше, чем мне. И от тебя он не будет ожидать подобного. Ладно, понял, хорошо. Подожди, у меня к тебе ещё одна просьба. Да, говори. Мне нужны ещё кое-какие документы от этих людей. Возьми, скажешь что от меня? Блин, ты не на подиуме, ты в кино играешь. Это что ещё такое? Это что ещё такое? Заработал. Братишка. Это клоу, выходи, давай. Вот ты его клоуном можешь называть, а другие люди не могут. Ты можешь ещё больше давать повода властям, чтобы они тебя обратно упекли в дурку? Да... Чё ты мямлишься, я тебя спрашиваю? Это чья машина? Бедный братишка опять накосячил. Да какой это придурок поменял у нас твол крысы? Я думал, это лёгкие деньги. Блин, с тобой одни неприятности. Какие неприятности? Он за тебя работу делает грязную. Ты меня, я хотел как лучше. Оставим это ведро с болтами здесь? Ты мне одно скажи. Кому вы впарили ствол? И почему ты мне раньше об этом не сказал? Ты не спрашивал. Ты не спрашивал, всё верно? Впарили мы его новичку. Его знакомого, точнее. Знакомого его знакомого. Я не знаю. Ты ещё новичок замешан? Да, стоило вас оставить одних на одни сутки. Ай, господи. Сумка бедного, мальчик. Братишка, ну ты реально тупой. Ладно, поехали. Есть для тебя ещё дело. Назвал его, обозвал всяко-разно клоуном. В дурку. И говорит, для тебя ещё одно дело. Ну, братишка, тебе надо самому работать. Своя голова же есть. Туф-туф-туф. Включил. Руки убери. Тебе чё, мало что ли, или чё? Хочешь ещё машину мне сломать? Да он хоть... Да ты хоть музыку наболтай. Музыку наболтай. Наболтай. Чисто наш говор сибирский. Чё, ничего получше нету? Здравствуйте, Марина. Здравствуй. Здравствуй. Как идёт подготовка? Скоро подойдут остальные. Всё в порядке. Хорошо, я пойду осмотрюсь. Я пойду осмотрюсь. Я пошла по подиуму. О, нормальная съёмочка сзади. Надо на весь экран сделать. Вот так вот. Она же какой-то план замутила, да. Чё-то она будет делать. Так, ствол. Сейчас она положит её под кровать. Под одеяло. Поправить. Не, сюда не пойдёт. Сюда не пойдёт. Подумала. Положила обратно в сумку. Так. Я иду. Я иду. Я в кадре. Ну реально, блин. Ты не в рекламе же снимаешься. Ёб твою мать, блин. Ну ещё раз волосы поправь. Ещё раз вот так вот сделай. Красивая девчонка. Чё? А, вот сюда надо положить. Ну да. Там под одеяло никто не найдёт. А здесь кто-нибудь откроет и всё. Вот ствол лежит. Ну посмотрим, чем это всё закончится. Виктор Васильевич, я очень рад, что вы заинтересовались моим предложением. Сделали предложение, от которого трудно отказаться. Как там, Мальминушка? Она с удоверпением будет ждать вас на КТ. Я не могу от этих диалогов вообще, конечно. А почему бы нам сразу не поехать? Виктор Васильевич. Сначала бизнес. Всё хорошо, Виктор Васильевич. Платон Маркович. Может быть сразу... Платон Маркович. Резерфорд Львович. Все документы там. Аристарх Иванович. О, братишка, братишка. Ещё по красоте делаешь. Эхе-хе. Эхе. Интернет что и встал. Тупануло что-то. Блин, братан вообще отыгрывает. Ухо мне его нравится вообще. Мы походу с тобой братья, братишка. Ну реально ухо у меня так же торчит, смотри. Братан, отрасти бороду. О, братишечка, братишечка. Стой, 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 стой. Стой, стой. Руки вот они, вот они. Вот они, вот они, вот они. Я сюда подошёл. Платон Маркович, здесь какие-то перебои с электричеством. Электриков ждём уже полчаса. Командует бой. Сама судьба намекает нам, что нужно ехать на катодж. Слушай, вы право, Виктор Васильевич. Принеси документы с моего стола. Только какая-то польза от этого у него есть. Профессионально принеси, подай. Все унижают братишку моего, вот все. Даже Платона Рейхстарха ещё или как его там. Вот он же вроде и в их банде. Почему они вот так вот к ним обращаются? Что за угнетение вообще человека? Я не понимаю. За что? Вкус неба. Норд-Вест. 45 минут. Осталось 20 минут фильма. 20 минут, товарищи. Ну, даже 15. Плюс там 5 минут титра ещё, наверное, будет. Вау, какая крутая тачка, братишка. По красоте вообще. Если... Если это твоя личная, то вообще ништяк. Это же Ламборджини или Ламбордини, как правильно? Алло, Платон Маркович. Я забрал Феррари. Сейчас вас догоню. Феррари? Простите. Я деревня. Феррари. Это Феррари Платона Марковича. И сейчас он по-любому что-нибудь накосячит. Вот по-любому. Доверили, блядь. Я бы прокатился бы на Феррари. Так, опять куда-то приехали братки. Интересный фильм. Приехали на дачу. С чемоданами, с двумя. Ну, наверное, это какая-то будет сейчас. Не закрыл, не закрыл, не закрыл, не закрыл. И приехал сюда, короче, наш режиссер. Тут какой-то фокусник. Делает magic tricks. Там же ствол лежит, вон там, на кухне. Ну что, Петр, присаживайся, угощайся. Платон сейчас подойдет. Ребят тоже, присаживайтесь, угощайтесь. Одеты все, как на свадьбу, как будто приехали. Рубашечки такие, штанишки, брючки. Вот, Платон Маркович заходит, самый главный бандюкан. Ну, давай. Меня зовут Петр. Я представляю интересы Виктора Васильевича. Так вы же ехали в одной машине, или нет? Давай закроем вопрос контракта, подпишем, что нужно. И будем отдыхать. Давай, договорились. Как быстро решаются у нас сделки. Давай все подпишем и будем отдыхать. Подписывай. Хорошо. Рот-то хоть открываете, молодцы. А то вот так мимо бы проливали все. Ты, кстати, можешь остаться с нами. Благодарен. Ну и отлично. Так он же сказал, будем отдыхать. А сейчас он ему говорит, ты можешь остаться с нами. Партеечку? Бабки-то есть у тебя? Ладно, все, 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 все. А нафига ты приходил вообще? А, вот сейчас он по-любому что-то скажет кому-то. Скажет, действуйте. И все, там залетай, там он там. О, Виктор Маркович, ты оказывается... Ой, Платон Маркович, что-то умеет играть на гитаре? Ну, так себе. Кто это кто? Она должна была предупредить... Она не закрыта же была. На мероприятии работали. Да, говорил. Ты кто? Я бармен. Обыскиваешь? Да. У меня с... Короче, они решили, короче, сейчас замутить, да? Я не хочу тебя огорчать. Но, по-моему, его долг парил на эту тачку. Что? Ты уверен? Да, конечно, уверен. Стой тут. Я разберусь. Стоять, сука! Стоять, да! Не двигаться! Это дерьмо, мой брат, ты не останешься в постом. А наш альбом неизбежно вломится в твой дом. Ноги и вышибают двери, чтобы засадить вас в плох способ поверить. В топку, в топку, в топку! Что-то, нормально все? Мне что-то, я не забываю. Завалили! Я взял одежду, и тебе спортивный костюм переодет. Что, деньги все там? Все нормально? Все нормально. Пссс. А тут кузы, что там? Корову, корову не сбейте! Точно все нормально? Нормально, ты же ура! Нормально! Нормально! Ты же ура! Нормально все! Я, естественно, Леха, даже не знаю, что тебе сказать. Да я вообще удивлен. Что-то как виновный, виноватый какой-то. В целом и невредимым. Все пошло не так, Тема. С самого начала все пошло не так. Эти люди, ствол. Что не так-то? Вы же убежали. Там был полный замес. Я зачем на это подписался? А? Тема. Тема. Я троих завалил, слышишь? Троих завалил! Мне все, мне пить! Невышка, слышишь? Да успокойся ты. Никто не знал, что получится. Что-то успокоишь. Тем более там бобицы, убийцы. Че жалять? Твари. Там была девушка. Там была девушка. Эта девушка сама виновата. Она бы просто забилась в угол. И ничего бы не произошло. Сама виновата, да? А он че, девушку грохнул там, что ли? Сама виновата. Тема. Ты себя слышишь? Я ее убил, Тема! Я! Он там убил девушку. Бля, хамуха. Я даже что-то не заметил, короче. Там было так все быстро. Тебе нужны были деньги. Мы достали эти деньги. Леха. Причем очень большую сумму достали. Леха. Леха, успокойся, Леха. Что тебе еще надо? Зачем ты жалеешь этих тварей? Леха, успокойся. Даже брою бы не повел. Ну ты-то точно брою не ведешь. В общем, все, Леха. Я брою играть не повел. Как вы договаривались. После сделки я сваливаю. Короче. Кори. Это как, помните, в Камеди было, где там один переигрывал, другой не доигрывал. Вот тут то же самое. Да что? Что я натворил? Да ладно, Леха, че ты, Леха? Нормально все, Леха. Вот такая же ситуация. О, девчуля. Так, все, я встаю. Я встаю, я пошла. Сейчас я сделаю вот так вот. Поправила, все, я спускаюсь, спускаюсь. Так, бедро, от бедра, от бедра. Так, чик-чик. Поправлю волосы сейчас. Поправляй! Поправляй волосы! Не слушается меня совсем. Так вот, красиво. Да. Молодец. О, че такое? Да, вчера, конечно, на коттедже была бойня. Да я сам пересрался. Пересрался? А сейчас ты не обосрался? Ну, как видишь. Да, вчера, конечно, была бойня. Все так спокойненько, блядь. Хороша чертовка. Слушай, пойдем-ка поговорим, а? Пойдем-ка поговорим быстро. Опа, нож. Взял нож и рейш. Слышь, сука, ты че, решила меня кинуть или че? А как они узнали? Слушай, где деньги? Где деньги? Я тебя это хотел спросить. Я считаю, до трех, и отрезай тебе башку. Два. Стой, стой, стой. Я ни при чем, я клянусь. Послушай сюда. Твой дружок, бармен, перебил пол коттеджа. И свинтил с нашими бабками. У тебя есть две минуты, чтобы ты ответила на вопрос. Меня подхватил. От меня подхватил? Нож. А че зеленый? Какой был? Я ни при чем, я понимаю, что я очень жив. Тебе ли не все ли равно? Нет. Ой, да брось. Еще вчера ты желала ему зла. Но не смертим. Ты знаешь этого Артема? Да. Да. И где его найти? Пошли. Ой, блядь, как они вычислили? Вот скажите мне. И они ее оставили одну. Она сейчас выбросится. Не, она просто встала вот так. Блядь. Мне нравится этот фильм. Осталось сколько? Привет. Пять минут осталось. Нам надо идти, забираем деньги и уходим. Подожди. Подожди. У меня такая каша в голове. Ну да. А если мне что тогда произошло на коттедже? Давайте по пути все расскажу. У нас мало времени. Артем, я тебя умоляю. Пожалуйста, скажи, что там произошло? Да что ты ствол подложила же? Что за вопросы? Ты понимаешь? Я тебе верила. А ты меня предал. Я говорю, у нас мало времени. Что случилось? Убери от меня свои руки. Сядь. Убийца. Убийца. Ты меня отправил на верную смерть. Я убийца. Ты что-то обвиняешь? Я не убийца. Вы уступите обокрась, а не убивать твою коттеджу. Ай, блядь. Ебаный фига. Ты должен был обокрасть, но не убивать. А зачем ствол? Чтобы запугать. Все верно. Музыка. Ну, она прекрасна просто. О, братишка приехал на Феррари. А, сейчас братишка увидит его. Все, 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 все. Алло, Леха. Собирай вещи, не думай ни в кафе ехать никуда. Я тебе потом все объясню. Потом говорю. Собирай вещи, просто уезжай из города. Понял? Давай. Собирайся к городу, то би-пи-да. О, сейчас вот будет экшон. Алло, Леха. Короче. Иди за документами в машину. Я тебе первую часть денег перечислил. Вторая часть денег со мной. Я, короче, оторвался от этого Германа с Савой. Они на Феррари со мной поехали. Все, я, короче, бросаю тачку. Все, ты, главное, уезжай, давай. И еду на водокачку. Все, давай, братан. Оторвался он от них. Ну да, по проселочной дороге можно от Феррари оторваться. О, братишка, только ты же оторвался. Фонарь светит в лицо. Так что ты не убегаешь-то? Че ты встал-то? Убегай. Тёма! Я же тебя все равно найду. Давай по-хорошему, а. Тебе же не нужны проблемы. Тёма! Откуда он его знает? Я же тебя все равно найду! Тёма! Он же приходил, когда ствол у него покупал. Он же говорит, какой-то знакомый знакомого, короче, там, чё, кого. Не надо шутить со мной! Не надо шутить со мной! Сейчас Озёрова убьют. Ёб твою мать! Я просто предсказатель. Всё из-за баб. Как обычно. Спасибо, Лёша. За всё. Да, мы не станем с тобой самой лучшей пожилой парой. И не умрём в один день. Но твоя частичка всегда будет рядом со мной. Всему своё время. А будет с... А, вот. А у тебя была когда-нибудь в детстве мечта? Кем бы ты хотел стать? Конечно, была. Ну, и кем? Братишка. Я космонавтом хотел летать, покорять космодром. Я не знаю, там, на планету хотел улететь. Братишка, космонавтом. Да по-любому она у каждого благотанта. А я, братан, хотел стать артистом. Да? А я вот школу музыкальную закончил в детстве. Петь умею. Хочешь за с вами? Да ты что? Ну, давай. Давай, смотри. Что это, блядь? Ласковая, нежная. Вы же плохие парни. Как океан безбрежная. Необыкновенная моя. И что это было? Блин, класс успел. Что это было вообще? Я рад, братан. Когда в какой-нибудь момент жизненный. Стой, стой, стой. Подожди, пожалуйста. Босс тебя уволит. И что? Будут зарабатывать на хлеб. Ай, ты посмотри. Ай, как детишки, как детишки, ты посмотри. Ай, ай. На тебе ствол. Я выставлюсь. Блщ, 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 блщ. И убил его. Ах, ты сукин сын. Я предупреждал. Все, 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 все. Все, пойдем в дом. Все, пойдем в дом. Сейчас Платон. Давай один раз. Ты дурац что ли? Пойдем Платон выречь. Все, пойдем, братан. Давай туда шмалюсь. Глазурин. Давай, что тебе, жалко, патронов что ли? Давай. Давай в жопу хоть, а. Для чего это вообще? Ну, короче, давайте разбираться, о чем этот вообще этот фильм был. Ну, в общем, какие возникают вопросы у меня лично. Если вы, например, ничего не поняли, о чем был фильм, я тоже, честно говоря, ничего не понял. Поэтому нужно, может, еще раз его посмотреть. Но делать этого не будем, конечно. Ну, в общем, мне вот абсолютно непонятно, для чего была начальная сцена отца с ребенком. Когда он его привез куда-то в какое-то непонятно заросшее поле, пнул мяч, потом они ехали обратно, разбились. Не понимаю вообще, для чего это. Ладно, там вот эта вот линия вот этого озеров и его подружания, да, то, что у нее неоперабельный порог сердца. Оказывается, вот эта вот девчуля, да, которая вся вот такая вот, она, дочка, видимо, этого Платона, который главный бандюган, который вот так вот сидел всю дорогу, который постоянно смотрел вниз, а когда разговаривал, да, она, короче, видимо, ляпнула вот этому вот Беляну, который тоже постоянно смотрит вниз, о том, что ее батя там, короче, мутит бабки, да. А вот эти вот, мой братишка вот этот ушастый и еще один тип, они, короче, работают на вот этого Платона. Только в фильме вот это вот не показывается, понимаете, как они обсуждают этот план, для чего это делается, короче. Не показано даже, как вот эта вот деваха рассказала ему про в постели, когда они лежали, она просто ему ничего не рассказала вообще, что будет, какой был план вообще у них, когда они потом уже говорили, ты сделаешь то, что я тебя попросил, а что ты ее попросил, положить пистолет. Когда даже вот этот пистолет покупали, затем, когда он приехал этот ствол убрать, он сказал, что типа, где братишка сказал, где Алексей, он говорит, ну, типа, он не смог приехать. Блин, а какого хрена Алексей, если он сказал, что типа, он сам эти бабки заберет, зачем он будет палиться, брать этот ствол у этих же людей, которых он хочет грабануть. Вот это вот вообще просто разрыв мозга, я вот это вообще не понимаю. И потом, когда была вот эта вот перестрелочка, самое главное, по фильму в перестрелке, оказывается, убили девушку, он же там говорил, типа, вот, блин, я убил девчонку. А в фильме этого не показали, показали, что, короче, он выстрелил в этого типа, вот обратите внимание, как происходит замес, вот он стреляет в него, этот прячется, все, он кидает на них пацана, забирает кейсы, вылетает, убивает еще другого пацана. Где девчонка? Где он убил девчонку? Нету тут никакой девчонки. Почему он тогда говорит, что он убил девчонку? Это вообще ляп-ляпейший вообще в этом фильме. И, главное, потом показывает этого типа, он выстрелил ему в живот, видимо, да, вот он в лифте стоит. Блин, после ранения в живот, извини меня, ты должен лежать в больнице, почему ты вот так вот держишься? И вообще непонятно. Короче, терминатор неубиваемый тоже. Когда разговаривает Артем с вот этой вот девахой, оказывается, он должен был, он ей попросил ее положить пистолет для того, чтобы усыпить и обокрасть. А зачем тогда ствол мужем? Я понять не могла, вообще вот этого понять не могу. И почему раньше об этом не сказали, что типа у них такой проработанный план? Короче. И когда вот они искали этого Артема, получается, в лесу, он кричал, Артем, Артем, я тебя все равно найду, братишка мой. Они потом впоследствии просто взяли и нашли Озерова и убили его. Как они его нашли? Если им нужен был Артем сначала, изначально. То есть, зачем им нужно было вообще за Артемом гнаться, если они могли сразу приехать и убить Озерова? Вот это вот вообще непонятно. То есть, они хотели сначала его убить, а потом убить Озерова. И как они узнали, где они живут? Им рассказала вот эта деваха, она же не знает вообще ничего. Короче, сюжетных дыр огромное количество. Поэтому додумывайте сами, решайте сами смысл фильма. Можно было сделать хороший фильм, да, из этого, как бы сюжет нормальный. Но вот эти вот додумывания, это вот самый главный бич всех вот этих вот фильмов, которые снимаются у нас местные. И наши, Читинские, и, короче, Иркутские, и вот Братские, которые, да, я вот сказал, что он был в Братске снят, но походу он был снят в Иркутске. Решала, хороший фильм. Второй фильм Решала, тоже замечательный фильм. Ну, вот это недоработка, недоработка. Так что, всем мир, не обижайтесь. Я никого не хотел оскорбить, просто решил поговорить об этом фильме. В общем, всем пока. Мир. Субтитры создавал DimaTorzok